Всем добрый вечер, мы продолжаем читать вместе книгу Рава Шерки и Хедуш Гадоль и переходим к новому разделу, который называется Эмуна. У нас такой экспериментальный формат обучения, текст на иврите, ну и, например, сегодня это очень важно, потому что будет много игры слов, которые мы можем показать в тексте, как-то объяснить, и поэтому, если что-то непонятно, мы переводим в процессе, сразу перебивайте, спрашивайте, наша задача вместе разобрать текст. А если кто-то смотрит записи или через фейсбук, то тоже транслирует, да, Натан? Да. У нас есть группа, в которую можно прийти, задать вопрос, если кому-то нужно приглашение в группу, то напишите нам, напросить Натану или меня на мейл или через фейсбук, и мы пришлем вам приглашение в группу, и там можно задавать вопросы, если... Некоторые люди, которые не по времени не могут участвуют, потом смотрят наши занятия, и активно участвуют в обсуждении, это приятно. Так что мы всех приглашаем к обсуждению, если что-то непонятно, если что-то вызывает неприятие, тоже. Спасибо. Ну, давайте тогда начнем. Первый отрывок называется «Эмет в Эмуна» — «Истина и вера». Слово «Эмет» — «Истина» — происходит от корня «Алиф», «Мэм», «Нун». Да, вот тут, наверное, нужно смотреть. Вот слово «Эмет» и «Муна», у них две буквы «Алиф» и «Мэм», они совпадают. Дальше у них разные буквы. Но Раф говорит, что корень здесь такой же, как в слове «Эмуна», а «ТАФ» — это не часть корня. То есть слово «Эмет» — «Истина» происходит от корня «Алиф», «Мэм», «Нун». Основной смысл корня сохранился в языке в слове «Вера». То есть смысл корня слова «Истина», «Эмет» — «Сохранился» в корне слова «Эмуна», «Вера». Так что во множественном числе эмунот. Эмунот — это, наверное, верование. Это различные отношения к истине. То есть есть истина, она едина. И есть верование. Верование — они различные способы восприятия, наверное, истины. Насчет этого я не знаю. Я не лингвист совершенно. Не знаю, чтобы нам, рабочие, стали лингвисты. Так или иначе, даже у лингвистов есть у них представление о двухбуквенных ячейках. Все корни, собственно, трехбуквенные. Но, тем не менее, корни, у которых две буквы общие, они объединены часто с некоторой общей идеей. В данном случае как раз разговаривать даже нет о том, что вообще корень, он двухбуквенный. А «тав» и «нон» — это действительно. То есть с его зрения уже не префиксы, а, как называется, суффиксы, окончания, которые присоединяются. Но так это я не знаю точно с точки зрения лингвистики, но все равно даже с точки зрения лингвистики это имеет смысл, что у них есть общий корень и общий смысл. И с точки зрения того, что он объясняет, это действительно кажется разумным. То, что у тебя есть какая-то эмет, кстати, можно я скажу с точки зрения расположения букв в алфавите. Эмет — она перекрывает весь алфавит. Первая буква, середина и конец. А «эмуна» — она доходит до середины, уходит еще немножко дальше и все. То есть она не перекрывает весь алфавит, а берет только какую-то часть из этой общей истины. Ну, это так, как это называется. А когда мы говорим «амен», то это как все-таки дословно перевести? Да, я думаю, что это потесновение двух значений. Истина. Верно. Верно, истина, да. Да, в русской языке, кстати, вера, она тоже соприкасается словом «верно», да? Ну да. Верно в смысле истина. И однокоренной со словом «доверие», то есть когда мы говорим «амен», то есть доверяем, да, что было сказано. Да, интересное замечание про то, что «эмуна» не доходит до конца алфавита. Да, но по поводу лингвистики я хотел добавить, тут нужно понимать, даже были замечания на сайте, что некоторые рафты все время выводят какие-то языковые идеи. Тут нужно понять, что современная лингвистика, она может, например, другие проводить линии, да, между корнями, вот. Но во времена Талмуда были как бы особые правила изучения языка, правила грамматики, правила лингвистики, да, и по этой традиции идут и все, как бы, раввины, все мудрецы, да. Ну, с точки зрения современного языка знания, они кажутся слишком свободными, вот. Но, тем не менее, они имеют глубокие корни в еврейской традиции, то есть вот эти способы нахождения параллелей по буквам. Ну да, пример вот «иш» и «иша». Это, на самом деле, слова, происходящие от разных корней. Но поскольку они оказываются, как бы, получается, как бы, даже с точки зрения традиции, даже если ты считаешь, что они происходят из разных корней, они похожи очень. И когда ты добавляешь, ну, визуально, да, к слову, «иш», то это показывает направление, как бы, «иш». Ну, некоторая такая игра с корнями, с буквами, которая скрывает что-то, открывает что-то глубокое, что есть на себе, и не всегда это идёт по тому же пути, по которому идёт наука. Так, ну, продолжим дальше. Понятно, что вера должна стремиться, насколько возможно, быть близкой к истине. Но она никогда не станет истиной, да, то есть «эмет» — это более абсолютное понятие, чем «эмуна». Вот «эмуна» стремится к «эмет», вера стремится к истине, но никогда не может её достичь. Объясняет Раф Кук, что ночью у человека есть только вера. И всё время, пока мы в Галуте, ночь… Галут — это ночь народа Израиля. Мы, пока мы были в Галуте, мы были носителями неограниченной веры. Поскольку существующая действительность настолько была угрожающей, что человеку не оставалось ничего, кроме того, как верить в чудесное спасение и даже нерациональной верой. Ну, здесь надо пояснить, да, там есть несколько раз, вера сравнивается с ночью, сопоставляется с ночью в этом, в Таилим, да. Когда у нас нету восприятия явного Всевышнего, да, это называется ночью, это называется скрытие, это называется Галут, да, и тогда мы живём верой, то есть то, что мы не ощущаем, мы верим в то, что оно есть. А когда мы это ощущаем, имеется в виду, это называется эммет. Но при этом как ночь не едино с днём, так и вера не может достичь истины, хотя всегда стремится к ней. Может, ещё добавить, перед чтением Шма, поскольку мы в дальнейшем дойдём до молитвы Шма, молитвы, декларации Шма, не знаю, как сказать. Есть благословения, которые читают перед чтением Шма утром и вечером. Утром читают эммет веяци, истина и твёрда, да, начинается она, а вечером читают эммет веямуна. Именно по этой причине, что вечером человеку нужно, чтобы держаться за истину, ему нужна вера, хотя он не постигает до конца. Есть у кого-то вопрос или добавление по вот этому отрывку? Нет, я только задумался, почему Галут – это ночь, если, по идее, это как раз открытие Галуй, да, для Галот открывать. Ну, не знаю. Галут, на самом деле, для Галот – это изгнание. А почему оно связано со словом Геула? Это другое слово. Нет, Галуй раскрыто, да, на Гале раскрывали. Галуй, да, изгнание. Ну, то есть, не могу сказать, но понятно, что для народа это тёмное время, сокрытие Всевышнего, сокрытие Всевышнего. Это то, что для еврейского народа было изгнание. Тут как раз нужна помощь лингвиста, которого сегодня с нами, к сожалению, нет. Действительно, вот этот корень Галь, да, Галут, Галуй… Наверное, бывают похожие корни, которые означают совершенно разные. Связаны они или нет, я просто не знаю. Может быть, что-то она открывает, но при этом всё же с точки зрения того, что человек удаляется от Всевышнего и исчезает пророчество и всё такое, то время изгнания, оно ощущается как ночь, которой не видна, меньше видна истина. Ну, мне кажется, всё-таки здесь корень, ну, то есть, это ячейка связана с чем-то круглым, да, вот это… Ага. …кальгай, там вот эти камни, которыми закрывали колодцы и открывали колодцы, да, это то и то, и то называлось вот это леголь, да, и потом вот этот мегилат, то есть свиток, который круглый, да, его открывают и закрывают, это тоже вот связано с этим корнем. Ну, я так предполагаю. Да, наверное, но как это связано с тем и с другим, с открытием и с закрытием, то есть это связано и с закрытием, и с закрытием, такое сказать, да, когда ты мегалгель. Ну, да, вот чтобы связать галуй и галут. Здорово, да, хорошо. Тогда перейдем к следующему отрывку, в котором тоже много языковой игры. Хочешь, чтобы я переводила? Да, пожалуй. Вера в единство. Законы, мне кажется, здесь надо сказать единства, которые мы видим у других народов, они законы особенности, уникальности, а не единства. Это слова на вид похожие, а значит они разные. Ихуд – это единство, и уникальность. У мусульманов, в исламе нет Бога, кроме Бога. Мне кажется, здесь мишпаты имеют в виду не законы, а предложения, то есть формулы, которыми у евреев вера в единство выражается, и у мусульман. Ну, да, наверное. Это где-то и не то, и не другое. Это не основа, может быть, я не знаю. Не знаю, как правильно понять. Ну, то есть и евреи, и мусульмане монотеисты, но основная формула, которой выражается монотеизм, она принципиально разная. У мусульман это «ля илляха илляла», вот то, что здесь написано. Нет Бога, кроме Бога, да. Да, здесь нужно заметить, что суть в том, что вот это тот, кого нет, это илляха, это множественное число и без определенного артикля. А который Аллах, тот, который есть, это с определенным артиклем единственное число, то есть как бы нет Богов с маленькой буквы, кроме Бога с большой буквы. Вот так можно перевести. И кажется, это как бы очень похоже. Однако, и это эксклюзивное единство, задачей которой является отрицать все, что в ней не Бог. Поэтому в исламе, ислам с необходимостью, это империалистическая религия, которая хочет подавить все, кроме нее, и уставить… Властвовать над ближним и подавить его волю. И подавить его волю, да. А вера в единство в христианстве говорит о уникальности церкви и ни о чем больше. То есть мы уникальны такие, мы носители истины. То есть это… Право, видимо, делают все-таки различия между мусульманством и христианством. Но при этом в христианстве говорится об уникальности церкви вообще, а не… Он говорит… Я не знаю… В церкви нет спасения, да, там такая форма. Да. Она не ключевая, но все равно как бы идея там такая. То есть, опять же, здесь не говорится ни о каком единстве, а в исключительности христианстве, да. А в отличие от этого, когда еврей говорит «Господь, Бог наш, Господь един», тут есть обобщение, в котором он хочет сказать, что все включено в эту божественную деятельность. И в конечном итоге за этим фанатизмом еврейским, можно сказать, стоит вера в единство, который приглашает веру в единстве. За ним стоит обобщающая основа, которая означает терпимость, очень большую терпимость, дающую место всему. А, Нотен Маком Реколь, да, которая дает всему место. Поскольку нет человека, как сказано в трактате Огон, нет человека, в котором не было часа и в котором не было места. То есть, как я понимаю, в каждом человеке есть какое-то зерно истины. И сказал уже Раби Нахуми Браслов, что когда ты слышишь какое-то отрицательное мнение или видишь какое-то негативное действие и тому подобное, ты должен спросить себя, какая позитивная точка есть в этом зле. И оттуда ты можешь найти путь для того, чтобы исправить это зло и поднять. Я дальше не вижу. Нет, это все. Дальше следующий акроб. То есть уникальность и в отличие от других религий, что оно не утверждает, что вообще говорят, что вся истина у нас. Она как бы истина, она находится в любом-любом месте, ее только надо открыть. Это не всеядность и не такая супертолерантность, а просто у любого даже негативного явления есть какая-то позитивная источник. Если мы его увидим, мы можем это или не исправить. В свое время у нас было много споров про понятие монотеизм, является ли иудаизм монотеизмом или нет. Есть разные мнения. И выясняется, что монотеизм, который от слова «мона», то есть один, можно понимать совершенно по-разному. И вот здесь Раф противопоставляет исключающий монотеизм, что вера в единство, что нет, что отрицается что-то, кроме чего-то единого. Вот такой-то один, а все остальное мы исключаем. И есть обобщающий единство, когда все включается в одно. И вот это как раз выражается в этих двух формулах. В исламе нет богов, кроме Бога. И в иудаизме Ашем Элукейну, Ашем Эхад. И у них совершенно, если задуматься, можно сказать, даже противоположный смысл. Исключающий и обобщающий. Да, даже грамматические построены в положенном уровне. Это позитивно, а это негативно. Нет ничего другого, только моё. Наш Бог – он Бог всех. Он всем. То есть мне одно и то же, хотя на первый взгляд похоже. Кто-то хочет добавить что-то или спросить? Ну, если все молчат, тогда перейдем дальше. Натан, ты с нами или мне почитать? Я читаю. Да, если можно, почитаем же. Он там замучился с интернетом. Так, хорошо. Ну, тогда приступим к важной очень теме. Шма-Исраэль. С каким намерением мы читаем? Что мы имеем в виду? И так далее. Одно время у нас были тоже вопросы, что Шма-Исраэль, о чём в это время думают Бнейнуах? К кому мы обращаемся, если здесь идёт обращение к Израилю? Здесь Рав даёт такое, мне кажется, универсальное объяснение, которое подходит ко всем. Шма-Исраэль. Кто слушает? Слушай, Израиль. Кто слушает? Кто слушающий? Это по урокам Рава Иудылиона Ашкенази Маниту. Когда мы приступаем к разъяснению высказывания «Слушай, Израиль», прежде всего нужно спросить, к кому обращается человек, читающий Шма-Исраэль, «Слушай, Израиль». Когда Мушер Абейну сказал это, он обращался к народу Израиля. «Но я, который не Мушер Абейну, к кому обращаюсь я?» Слово Шма, слушай, указывает на обращение к кому-то другому, кроме меня. Если бы обращение было к себе или к моему народу, тогда я бы сказал, я услышу или мы услышим. Если так, то кто тот Израиль, к которому я обращаюсь? Согласно учению Каббалы, это обращение к Исраю Саба. Исраю Саба – это такой высокий духовный порцов, духовная ступень. Дедушка Израиль буквально переводится. И эта ступень Исрая Саба – это корень душ общности Израиля. И этот корень, в свою очередь, соответствует воле Всевышнего. Но я еще не реализовал ее. И поэтому я обращаюсь к своему корню и говорю, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Так же, как в твоем сердце нет ничего, кроме единого, так же и в моем сердце нет ничего, кроме единого. И здесь рассылается на трактат Псахим 56а, где рассказывается такая история, когда Яков собрал своих сыновей, чтобы их благословить в конце. И там он сказал, я расскажу вам, что будет в Ахарит и Амим в конце дней. И после этого он не рассказал про это. И говорят, что от него ушла Ашхена. Он хотел рассказать, но не рассказал. И Яков задался вопросом, почему меня покинула Ашхена. Неужели среди моих двенадцати сыновей есть кто-то несовершенный, подобно тому, как у моего деда и отца были Ишмаэль и Иса. На что в ответ ему сыновья ответили. Шма Исраэль, то есть Исраэль это Яков здесь имеется в виду, Ашем и Лукейну, Ашем и Хат. Что означает, что пусть мы несовершенны, но то единство, которое есть у тебя, твое постижение Всевышнего, поскольку ты являешься нашим корнем, то есть нашим отцом, пусть оно будет защитено и за нас. Несмотря на то, что мне не удалось реализовать себя в качестве Израиля в полном смысле этого слова, силой веры я знаю, что в будущем я это реализую. Вот такая важная статья. Ну, насколько я понимаю, да, здесь речь идет о том, что читая Шма, мы с этого начинается как бы самая главная часть молитвы, да, Шма и Амида. И здесь важно правильно настроить свое намерение, да, то есть перед кем мы стоим, кому мы обращаемся. И понятное дело, что мы, конечно, далеки безмерно от правильного намерения, да, и поэтому здесь говорится, что мы обращаемся к своему корню. То есть если я не могу правильно настроить свое намерение, то засчитай мне мое намерение как намерение того корня. Да, вот здесь это имеется в виду Исраиль Саба, некий духовный, духовная ступень высокая. Приводится здесь медраж, что сыновья Израиля обращали к своему отцу, то есть опять же к своему корню, от которого они исходят. Точно так же и как бы человек обращается к некой следующей духовной ступень, от которой он получает знания, отождествляя себя с ней, несмотря на то, что он фактически еще очень далек от этого. Ну, как-то так мне представляется. Поскольку это как бы, тут вопрос, к кому обращается? Я думаю, что поскольку это некоторая общая такая сфера, они вполне могут к ней обращаться. Ну, мы спрашивали у Рава Йона, да, он сказал, что обращается к народу Израиля. И вот смысл этого я понял только сейчас, да, что мы обращаемся к следующей духовной ступени, от которой мы получаем то знание, которое мы пока еще не постигаем. Но Исраиль его постигает. Ну, как бы, если это эквивалентно рационной шеи, это парацюфию высокого уровня, это показывает на то, что, так сказать, есть, ну, с одной стороны, есть разрыв между нашим миром и этими мирами высшими. С другой стороны, когда мы к нему обращаемся, мы как бы связываемся с ним, настраиваемся на эту истину, пытаемся ее постичь, пытаемся ее реализовать. И это одинаково для евреев и не евреев. То есть, может быть, она не просто так, конечно, называется, Исраиль сам, она где-то для евреев, она, может быть, ближе, поскольку они уже как бы в связи с ней живут там несколько тысячелетий, но, в принципе, она не закрыта для других, насколько я понимаю, совершенно. Да, Григорий. Я хотел сказать, что, может быть, здесь получается такой интересный диалог, если взять в совокупности шма и амида. То есть, начинается вот с этой фразы, которую мы сейчас разбираем, потом барух шемковод малхуто, это как бы ангелы ведь говорят, да? Потом начинается прямой текст того, что говорит Всевышний, а потом начинается амида, где мы как бы позволяем себе просить, но только после того, как Всевышний нам уже что-то сказал, и мы понимаем, с кем мы разговариваем, да? Так получается. Да, конечно, именно об этом идет речь, как я понимаю, да, о диалоге. У всех нет вопросов? Ну, так, вообще, это сложно. Это сложно, поскольку, как бы, тут предполагается, не знаю, что предполагается, Раван, что мы понимаем, что такое Исраиль Саба. Или нам говорят, ну, просто это где-то там очень высоко. Нет, Исраиль Саба, он просто объясняет, да, что это корень душ общности Израиля. Да, но это же Ратсон Ашем, с другой стороны. Ты понимаешь? Воля Всевышнего, это как бы высших сферот. И что это значит для нас? Ну, можно это оставить, на самом деле, потому что это не очевидные такие вещи. Ну, мне кажется, по-простому каждый обращается к своей следующей ступени. Ну, следующая, это, конечно, очень условно сказано, потому что вот это Исраиль Саба, который Ратсон Ашем, это очень высокая ступень. Ну, да, это очень высокая ступень, но, тем не менее, мы должны как бы до нее добраться, да. А можно спросить про Эмет, вы сказали, что истина в Израиле, значит ли это, что она ограничена Израилем, что в ней Израиля ее нет? Нет, не значит, по-моему, еще такого даже сказания не было. Она называется Израиль Саба, потому что, как бы, она некоторая ступень, которая помогает человечеству продвинуться к Всевышнему, по-простому. А истина может быть, наоборот, мы до этого, когда говорили, нахмана приводили, да, что в каждом, даже в негативном действии есть какие-то пропец истины, поскольку все исходит из какого-то единого корня. То есть, наоборот, истина считает, что у всех есть, как-то сказать, часть божественной, неважно, мы не меряем, у кого больше, у кого меньше, может быть, они эту часть не могут реализовать, может быть, они без Израиля не могут ее вытащить, прояснить, может быть, но, в принципе, она есть у всех, и Бог, Он всех народов, не только Израиль. То, что Рава обычно всегда говорит, Господь Бог наш, Он един, сейчас Он наш, он говорит, Господь Бог наш, но Он один, то есть, Он один для всех. Так Рава всегда объясняет. То есть, это похоже на то, как мы учили по философии, что правд много, истина одна, да? Не знаю, только я не помню. Наверное, в качестве правд здесь имеются как раз вот эти эмунот, да? Эмунот, ВДОт. Если перевести это высказывание на иврит, то можно сказать, что много эмунот, а одна эмет. Ну, в общем-то, по философии это тоже может вполне быть логично. В общем, в этом нет ничего такого супер непонятного. Это все зависит от того, как мы с этим могут согласиться вообще все мусульмане и христиане, может быть. Только они действительно позиционируют себя как единственный носительный полный истинный. Я думаю, в этом разница. Да, и здесь как раз мы прочитали, что вот как бы истина только в одном мучении, а в другом их нет. Это вот то, чего нет в иудаизме. Как раз от этого Рафа дистанцируется, что сама эта формула еврейского монотеизма, что Ашем-Эхад, что он един или один для всех, а не то, что там кроме и так далее. Поэтому именно, да, действительно у всех есть какая-то доля в этой истины. На самом деле в Торе есть аналог, да, какое-то вот это высказывание «Ля-Иля-Хай-Ля-Ла» – это «Эйн-Од-Миль-Вадо», да, «Нет никого, кроме него». Но, тем не менее, его не произносят, да, с такой большой важностью два раза в день или четыре раза в день. То есть оно не стало вот формулой, хотя, конечно, оно тоже очень важное выражение для описания еврейской веры. Мне кажется, там другой немножко смысл. Это не идет речь об истине, а о том, что Бог оплатывает, пронизывает все миры. Опять же, о том, что говорит Иерусмад. Нет ничего, кроме него, то есть вообще ничего, кроме него. Не идет речь об идеях, о том, что весь мир сделан дворцом. Ну, может быть, я ошибаюсь. Мне так кажется, что это не о идеях. Ну, в плане, что это как бы отрицательная формула. Она отрицательная, но у него совсем другой смысл. Так, а что, продолжим тогда? Уже следующее… Да, тут как раз тоже будет продолжение на тему «У кого истина». Мы дочитали от этого сейчас? Да, да. Слушай, Израиль, исторический взгляд. Тот стих, который должен был быть ультимативным, разглашением ультимативного монотеизма, вера в единство, у Раши приводится к нему комментарий, казалось бы, совершенно противоположный. «Слушай, Израиль, Господь, который, он наш Бог, это то, что я как бы говорила выше, сейчас он не Бог народов. Но в будущем он должен стать Богом всех. То есть он должен стать единственным. в соответствии с Рашей этот посок отражает историческую динамику, которая описывает, что вера в единство – это вещь, которая все время проясняется в процессе истории в ожидании исправления мира. Это тоже очень важно. Я не вижу ни в мусульманстве, ни в христианстве, такого упора на это нет. сегодня мы привыкли к подходу, в соответствии с которым достаточно для того, чтобы прийти к универсальности, нужно сосредоточиться на партикулярности, на частном. Нет, нет, лацетми на партикулярность. А, выйти. А, выйти. Да, да, да. Для того, чтобы стать цветом для народов, ты должен сначала быть сыном Авраама, Ицкака и Акова. Но давайте не забудем. Так, секундочку. Что же он сказал? Чтобы быть… Нет. Чтобы прийти к универсальности, надо выйти сначала в свою частность. И ладно. Но ты для сначала… Пока ты как бы в своем чем-то замкнут, в своей семье, в своем народе, ты не можешь быть универсальным. Но с другой стороны, ты должен быть тем не менее частным сначала сыном Авраама, это, как и Акова. Но давайте не забудем, что утверждение всех против противников иудаизма, классическое утверждение в течение всех поколений было и до сих пор, что иудаизм народа Израиля это разделяет между народами и отталкивает их от нас, в смысле евреев от других народов. А именно такое понимание, что в процессе влияния на других народов процесс влияния на других народов должен быть через сосредоточение на внутреннем изначально. это понимание не было так уж широко распространено. Я не очень поняла. Если вы поняли, Андрей, то есть обвиняли евреев в их обособленности. обособленности. И насколько они обособлены, значит, они не универсальны, значит, они не всеобщие. Но здесь предлагается, что... Тем не менее, мы-то считали, что мы должны с нашей задачей выйти из партикулярности на универсальность. Для этого нужно отделиться. что давка метох и к концу пнима тахила вот этот взгляд о том, что влиять на народы возможно только из изначальной обособленности от них. Этот взгляд не был распространен. Ну, как я понял. Да, но он вообще это был распространен? Нет, он был, то есть его знали евреи, но народы, они не понимали этого взгляда в принципе. то есть они это просто не понимали. Мы-то понимаем, что сначала нужно как бы чтобы объединиться, нужно решительно размежеваться. Размежеваться, да. То есть на самом деле мы видим, что от нас они взяли. Хотя не поняли, может быть. Известное утверждение Андрея Бергсона, еврейского французского философа 20 века, что есть, что у христианства есть преимущество перед иудаизмом, потому что иудаизм говорит о боге одного специфического народа, а христианство обращается ко всем народам мира. И мы были свидетелями следствия этой веры, которой как бы были широкие горизонты, и она говорила ко всем народам мира. И вот к чему она привела именно в 20 веке. к ужасам катастрофы, разрушения, которые привели две мировые войны. И это все показывает на полное поражение христианства. оно взяло на себя задачу исправления мира, это я от себя уже говорю, через то, что оно истину свою принесет всем народам и будет всем счастье, а все это привело в конечном итоге к страшным мировым войнам. То есть оно не выполнило то, что оно на себя взяло. и даже после того, что пишет, народ отказался от религии, стало нерелигиозным, все равно это все-таки показывает на то, что христианство не смогло справиться с задачей. Если мы понимаем, что именно народ Израиля, который такой партикулярный, который не опасается сказать, что наш Бог в настоящее время не Бог других народов, и тот, кто сможет вера еврейская, она сможет держать это зерно исправления всего мира, содержит в себе зерно исправления всего мира, поскольку я думаю, мне кажется, потому что оно подходит к вопросу именно с точки зрения динамики продвижения и показывает пути этого и и и иудаизм это то, что оставляет место, почетное место, скажем так, каждому человеческой идентичности и не ждет и не требует от всех, чтобы все стали евреем, и именно из-за этого все могут объединиться вокруг общей точки, как сказано пророки, поскольку тогда они я превращу все народы сделаю у всех народов классный язык, чтобы они смогли провозглашать имя Всевышнего и служить ему вместе в память. То есть мне кажется, еще раз тут Рав подчеркивает этот идеал продвижения всего мира Всевышнему не как навязывание одной истинной идеологии, которую мы с собой несем, а как некоторый путь, в котором каждый народ внутри себя открывает. приближается писем. Ну, это все вытекает из комментариев Раши, собственно, на Шма Исраэль, на вот эту фразу в книге Дворим. Мне кажется, тут еще важно то, что проступает в объединении этих двух отрывков про Шма, которые мы прочитали. В первом отрывке есть некий Исраэль, как высшая духовная ступень, у которой есть то постижение единства Всевышнего, которого нет пока у меня, и я к ней обращаюсь. Во втором отрывке про историческую динамику говорится, что есть народ в мире, у которого есть то постижение Всевышнего, которого нет у остальных народов. И важно сохранять именно вот эту обособленность для того, чтобы приближение к бесконечному Творцу стало бесконечным. Всегда есть какая-то часть, какая-то ступень, и она всегда обособлена. И из нее вот это постижение распространяется на все остальные ступени. И поэтому нужно сохранять вот именно ее обособленность для того, чтобы она смогла передать то постижение Всевышнего, которого еще нет у остальных. есть какие-то вопросы? Ну это не просто по-моему действительно потому что в нашей партикулярности тоже не все есть как бы очевидно мы несем полный истин. кто такие мы как бы среди евреев есть те кто несет внутренняя часть Израиля там как Исраиль Саба и так далее. Это имеется ввиду какие-то да не случайно рафт отсылают к каким-то другим сферам не практически реализованным эгоизмом сегодня а некоторому идеалу который существует в других сферах. И на самом деле сегодня мы может быть отличие сегодня Израиля от народа в том, что мы понимаем мы все находимся в неидеальном мире мы все не обладаем абсолютно истиной но Израиль как бы понимает что он подключен к этому источнику. а другие народы еще не совсем к нему подключились для этого возможно и нужна обособленность потому что иначе мы тоже потеряем с ним связь. Ну да. Мы хотим еще прочесть отрывок? Да я думаю можно еще один отрывок прочесть так Аимов Шар Лехалел это Ашем возможно ли проклинать Ашем? Это не Лехалел это Лехалел сделать сделать его это слово ходишь уход да Глю Лешем это не проклятие это противоположное понятие святость да сделать 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 его опустим смотри я сейчас русское слово не подберу может я посмотрю кстати вот богохульство там же тоже есть корень холь да 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 богохульство хулить нет это по-русски по-русски да то есть там же это тоже корень холь то есть противоположность святости хула хула то есть превратить субботу из святого дня в будничный да хилони да тот кто не соблюдает заповеди поэтому поэтому это вот понятие оно изначально кажется странным потому что ну вот по-русски да богохульство переводит то что не находится ничего лучшего наверное но все-таки тут нет никакого оскорбления происходит задним числом мы как вообще можно абсолютную святость свести до будничности это очень странно и вот этот вопрос сейчас задаст я думаю так а вот есть у Петра вопрос Петр мы вас слушаем Петр думаю что здравствуйте хотел вопрос такой задать а вот смотрите то что неевреи занимаются сейчас иудаизмом и вовлекаются в иудаизм это явление повсеместное вы думаю со мной спорить не будете вот многие люди начинают открывать для себя свет Торы но при этом в самом Израиле все больше и больше количество евреев наоборот отворачиваются и переходят в какие-то светские круги там занимаются какими-то светскими вещами бросают практически религиозных ортодоксальных евреев бросают и ну как бы не помогают им в смысле ну не поддерживают сейчас я думаю вы видите что там происходит там демонстрация нет нет это не правда с точки зрения статистики это не верно уход от религии был в прошлом веке позапрошлом веке начался я вопрос еще не задал а нет я просто хочу знать что оценка что в Израиле вопрос вот в чем перекрывает ли как бы ну в общем в общем смысле перекрывает ли приток новых людей неевреев в иудаизм перекрывает ли то что евреи наоборот уходят ну вот во первых этот вопрос не релевант потому что нет оттока реально сегодня от иудаизма количество религиозных евреев в Израиле увеличивается а не уменьшается есть разные процессы кто-то возвращается в религии в Израиле в большом количестве какое-то количество уходит в семьях религиозных рождается больше детей то есть фактическая динамика для всех это очевидно для статистики я могу даже ссылку на какую статью прислать вам если хотите можете сами поискать всем очевидно во всякую статистику что через там несколько десятков лет большинство населения Израиля будет религиозным и такого не было динамика была то есть соотношение было гораздо меньше когда образовалось государство вообще было религиозным были конечно но большее число было не религиозным оно есть взлеты есть падения но все время увеличивается поэтому этот вопрос не релевант а с другой стороны мне кажется здесь вопрос не в числе когда начинается какое-то явление то мы изначально не видим его дальних последствий когда начинался сионизм он начинался какой-то горстки сумасшедших людей которые решили здесь устроить государство параллельно с этим какие-то сумасшедшие люди евреи приезжали здесь жили в ужасных совершенно условиях старого города в ужасной кисноте в арабской стране какие-то по сравнению с тем какое сейчас огромное население Израиля и какая здесь огромная страна тогда это были какие-то крошки какие-то единицы мы я читаю дневную лист в Амуде недавно там упоминалось пророк Хискель который рассказывал как в будущем такое пророчество из Святая Святых будет выходить в поток и рассказывается что он изначально он как какая-то волосинка потом он как нитка тоненькая потом как толстая нитка в конечном итоге он превращается в огромную реку в которой переплыть невозможно и даже флоту кораблям она не не подается то есть это такой образ который показывает каким образом происходят такие изменения в будущем мире ну то есть в будущем так они будут происходить на сегодняшний день мы действительно находимся еще на каком-то этапе тоненькой ниточки поток еще очень слабый но мы надеемся что он там постепенно 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 вырастет и станет мощной рекой а сравнивать сегодня сколько там сегодня отошло от религии в Израиле сколько пришло не концептуально неэффективно хотя реально мне кажется статистика не подтверждает это ваше предположение что в Израиле количество религиозных уменьшается в общем и целом их все-таки больше половины кто-то соблюдает больше кто-то соблюдает еще есть харидим есть традиционные люди но все они я не помню точно процент но если спросить человека верить или в Бога это намного больше 50% в Израиле хорошо спасибо Нехама тогда пойдем дальше да возможно ли вот это Лехалель это Ашем ни в каком месте ни в Танахе ни в словах наших мудрецов не написано выражение Хилуль Ашем в понимании Хилуль Всевышнего то что написано это Хилуль имени Всевышнего то есть невозможно вот это Лехалель как это сделать будничным осквернить да высшее святое да Всевышнего но можно это сделать с именем да вот такая формулировка там не делайте будничном имя святое мое так вот сказано в Икра по-моему это тот самый посуд да от которого и вот это пошло вот это понятие да Хилуль Хилуль Ашем но многие ошибаются в этом выражении да Хилуль Ашем и пишут его Хилуль но тут нужно пояснить да то что мы говорим Ашем это может объяснять это может указывать на Всевышнего да а может указывать буквально это означает имя с определенным артиклем да и когда мы слышим Ашем это может означать как Всевышнего так и его имя то есть звучит это абсолютно одинаково да здесь вот написано по-разному здесь написано Ашем Ашем это имя с определенным артиклем а здесь написано вот такое обозначение буква Хей и черточка вот и читается это точно так же как и вот это читается это Ашем и многие в этом ошибаются да Лихтов Давар Казе и это граничит с неверием да с отрицанием веры поскольку невозможно сделать будничным Всевышнего возможно сделать будничным его имя его присутствие его волю это то что мы наблюдаем то что мы можем увидеть в этом мире его действия в этом мире обычно понимается ну в упрощенном смысле имя Всевышнего это что значит имя мы даем ему имя потому какие действия его мы видим в этом мире поэтому здесь расшифровывает его присутствие его волю которую мы видим реализующуюся и когда человек сводит это будничному да это можно можно сказать ничего такого не было все случайность да а к нему самому Всевышнему самому безусловно не может никакое наше отношение чтобы мы не сказали сделать его будничным то есть под именем Всевышнего понимаются доступные нам его проявления да а с ним самим у нас нет прямого контакта таким образом мы не можем никак ему повредить оскорбить унизить да как-то осквернить это в принципе невозможно и граничит с кферой да граничит с отрицанием веры как тут раз написал если кто-то предполагает что его можно унизить таким образом это действительно граничит с отрицанием веры мы живем в мире в котором сиюминутное ощущение человека в том что Бога нет нет того кто управляет миром но во времена первого храма когда говорили пророки не было атеизма в мире мы не находим никакого стиха в пророках против атеистов мы бы ожидали что пророки которые воевали против идолопоклонства ставили чтобы они вышли так сильно против чтобы они выступили против того кто утверждает что Бога нет поскольку никто так не утверждал никто не выступал против атеизма странно против идолопоклонства постоянно атеизма 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 поскольку никто из пророков против атеизма не выступал приходится признать что просто не было атеизма то есть не было такого понятия Бога нет никому такое не приходило в голову нормальный человек не мог утверждать что Бога нет поскольку присутствие Бога было раскрыто в дни Танаха активное действие устранения управления в те времена когда приходили на народ Израиля беды и страдания то есть когда народ Израиля как-то себя плохо вел на него приходили беды и страдания но то само что приходили беды и страдания это свидетельствовало в управлении Всевышнего что раз он наказывает значит он есть то есть в этом проявлялось раскрытие не было такого понятия что его нет даже в его наказаниях чувствовалось его присутствие он говорит даже тогда когда он свое управление убирал переставал защищать Израиль целую уход этого управления все равно его уход так явно ощущался что они чувствовали это как часть его присутствия уходил возвращался условно говоря даже сам его уход он как бы свидетельствовал о том что он есть и это не соответствует мировоззрению философов этих эпикорсием ну как нерелигиозных нерелигиозных философов о том что нет управления вообще в наши дни что Всевышнему нет дела до меня то есть это сейчас такое мнение что Всевышнему нет дела до меня знаете поскольку нету наказания оно не чувствуется во времена первого храма такого понятия не было поскольку само наказание свидетельствовало о том что Всевышнему есть дело до меня значит неподобен человек который говорит что Бог оставил меня тому человеку который говорит что Бог не знает кто я такой вот эти эпикорсием светские неверующие философы в общем вот эти отрицающие веру они родились не во времена первого храма имеете ввиду это идеология эпикорсу идеология неверия она родилась то же самое в общем родилась во времена второго храма и это смысл выражения вот это осквернения имени это активное действие вот этого оскверняющего действие по устранению божественного света из мира отрицания его присутствия когда он может устранить божественный свет наверное своими неправильными действиями у меня вопрос я не знаю что имеется в данном я попробую объяснить не совсем по простому смыслу он утверждает есть два утверждения на самом деле как мы видели выше бог оставил меня и бог не знает кто я такой тот кто говорит что бог не знает кто я такой он этим самым как бы уничтожает или не признает может быть это одно и то же что есть в мире божественный свет то есть тот кто сказал что бог меня оставил это он не говорит что в мире нет божественного света он говорит что сейчас он на меня не направлен вот это является Хилу-Ля-Шен то что он говорит что бог не знает меня да он говорит в мире вообще нет божественного не только меня вообще ему все равно безразлично что происходит в принципе это то же самое как будто бога нет на самом деле разницы большой нет если его нет в мире то какая мне разница что там есть в мире мне кажется что утверждение бога нет оно не является осквернением оно является просто констатацией да человек не чувствует он говорит то есть он ничего не оскверняет потому что он не чувствует проявления никакого думаешь ну мне кажется что здесь Раф просто констатирует да что вот тогда было проявление и можно было этому проявлению нанести какого-то ущерба во времена второго храма уже не было исчезло корочество и не было чудес в храме в общем ну это когда время исчезновения и поэтому возникла вот эта идеология неверия которая говорит бога вообще нет и не было да но при этом понятие хилуль ашем оно было и когда была ашхина и когда она ушла нет тогда по-моему не было потому что именно то что Раф говорит тогда не возникало этой идеи что бога в мире нет даже когда он не был с Израилем люди ощущали что он есть но просто он оставил нас они понимали что свет в мире безусловно существует что бог существует просто сейчас я его не вижу он от меня скрылся я хочу чтобы он ко мне вернулся и он возвращался ну так упрощенно говоря как мне описывает книга Шофтин отворачивался и возвращался возвращался и отворачивался писал пророков обещевал в то время была какая-то динамика такая открытая то что Раф говорит было открыто а потом он скрылся во времена второго и тогда люди сказали что его как бы в мире нет божественного света я просто вопрос к слову силу то что я говорю что в мире нет божественного света его уничтожает как бы в мире или в моем сознании может быть в моем сознании его нет тогда что я устраняю если я его и не чувствовал этот свет понятно ну если мы говорили что сейчас у нас время ночи то вера она поддерживает этот свет он есть но я его не 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 знаю хилюль в самом деле вот такая операция например с всякими предметами посвященными скотиной посвященной жертву или предметами посвященной храму я могу ее осквернить я могу делать так чтобы она перестала быть ну какое-то неправильное действие произвести чтобы она осквернилась чтобы она вышла из области святости вот это называется тоже хилюль но это с конкретными предметами а с божественным светом который находится в мире возможно тоже если я его не готов признавать в него верить то может быть это его ведет к тому что он уменьшается нет либо если человек уже верующий и для него есть там то в чем он чувствует вот этот божественный свет какие-то святые предметы святой день и так далее да если он к этому относится неуважительно тогда он устраняет вот это называется хилюль если вы устраняете из души бога то свет пропадает да-да-да может быть об этом речь на одну свечу будет меньше хоть это и не будет таким прям событием значимость критически но все же станет темнее все же тьмы станет больше да-да-да это очень хороший пример когда вы своей души его устранили ну или не допустили туда поэтому мне кажется Андрей нужно говорить обо всех о том религиозном человеке который устранил его из своей души и о том нерелигиозном который не допустил свою душу и не дал ему места в этом мире и это таким образом свет как бы словно говоря исчезает он на самом деле не исчезает но мы же говорим о том что мы видим да если мы видим распространение атеизма например это вот среда в которой атеизм распространяется мне как бы на первый взгляд на наш взгляд нету света всевышнего это на самом деле он есть всюду и во всем нет места свободного от него наверное так надо понимать спасибо кто это был Петр Петр да наверное вы правы спасибо ну а вот это само понятие Хилу Ляшен ведь его же может сделать только верующий человек даже язычник тоже может сделать Хилу Ляшен да я извиняюсь но у меня на курсах однозначно говорили что атеизм это идолопоклонство я думаю что богохульство идолопоклонство это все-таки разные вещи и атеизм все-таки относится к идолопоклонству то есть не признание бога это признание идола на самом деле на самом деле во всяком случае Раф Шерки так не считает я предполагаю что много различных точек зрения но Раф Шерки однозначно всегда говорит что это не атеизм особенно для атеист он фактически отрицает идолов он отрицает какие-то недалекие низкие проявления богов то что Раф всегда приводит в пример Авраама который разбивал идолов в Вавилоне и по понятиям того общества в котором он жил он был атеистом то есть он отрицал то что было для них святым то же самое что Раф приводит высказывание какого-то греческого историка что вот эти люди евреи у них нет ничего святого они не признают наших богов то есть есть общество у них есть какие-то понятия боги святые а евреи это тот кто отрицает какие-то идолов то что какие-то низкие проявления какого-то не не тут вы заходите по моему в другую сторону смотрите есть единый бог и есть отрицание единого бога отрицание идолопоклонства не может быть отрицанием бога кого-то это идолопоклонство отрицание идолопоклонства не может быть отрицанием бога Это разные вещи. Нет, тут разговор был о чем. Атеист не верит в других боров. Разговор был о чем? Вы сказали, что атеист – это идолопоклонник. Но это не так. Атеист не идолопоклонник. Это не так. В Гемаре, например, в Талмуде написано, каждый, кто отрицает идолопоклонство, называется еврей. Вообще не сказано ничего о нашем Боге. Это как бы такое расширенное понимание. На самом деле, он, конечно, не еврей. Есть на свете очень много людей, которые отрицают идолопоклонство, но при этом и в Бога тоже не верят. То есть на самом деле это не так просто. Конечно, есть разные точки зрения. Надо, чтобы понять, на чем они основываются, надо внимать глубже. Мы не знаем, кто он сказал, чем они руководствовались. Немного разные подходы. Но параму Шерки, безусловно, атеист – он не идолопоклонник. Надо разбираться. Еще есть разные виды атеизма. Что понимается под атеизмом? Потому что идолопоклонство, насколько я понимаю, это конкретное позитивное действие. То есть служение чему-то конкретному виду. Если атеист такого служения не исполняет, то его нельзя назвать идолопоклонником. Да, в общем-то, да. И в Талмуде буквально он определяет действия. Воскурять, преклоняться, приносить жертвы и так далее. Там есть, по-моему, 7 действий, за которые наказываются как евреи, так и неевреи, заедут по полностью. Так что, безусловно, атеизм, который ни в каких богов не верит, он этим всем не грешит. А дальше, с точки зрения всяких философских, духовных, вы можете сказать все, что угодно, если вот там, мало ли люди говорят, люди поклоняются деньгам. Но это все-таки, на самом деле, нереальное глупоклонство, которое запрещено второй. Господа, мы должны как-то кончать, потому что там... Давайте остановимся здесь. Спасибо большое, Натан. Пожелаем тебе успехов в этом. Все, чем дольше, тем хуже. Ну, хорошо, вы сады, не знаем. Всем спасибо. Ждем на следующих встречах. Да, всем счастливо. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.